Вечерняя эфир ТСВ продолжает экспертное мнение. В студии работают Светлана Мертонюк и Влад Лукаш. Шериф сыграл в ничью с швейцарским серветом и набрал первые очки в Лиге Европы этого сезона. Как это было, расскажет Эльдар Джабраилов, наш коллега. Он был на этой игре. Он сейчас в студии. Привет. Привет, ребят. Эльдар, один-один. Это плохо или хорошо? Я вчера, после того, как забили ребята гол, записывал стендап о том, что... А мы слышим твой голос, все понятно. Записывал стендап о том, что типа да, все, молодцы, забили гол. И потом словил себя на мысли, что сейчас хорошо, сыграть ничью, проиграть или выиграть. Ну то есть на три результата шло, и я такой там где-то там в мозгу у себя, ладно, уже пускай хотя бы. Ну потому что невозможно, ребята, чтобы так быстро отдавался результат. Я всегда, вот даже вчера аналогию проводил с этим футбольным матчем, проводил аналогию с нашим главным тренером. Что у всех на слуху всегда? Это похудеть перед летом. Давайте похудеем перед летом, потому что это надо. Кто доходит до этого самого завершающего этапа, когда действительно появляются либо какие-то кубики, или ты там наладил свой режим? Единицы. Но это же нужно, мы начинаем там в январе, а заканчиваем в мае, в июле. То есть промежуток времени. Аплели забыли уже об этом. Сейчас на романе Пилипчуке было что? Ответственность колоссальная. Человек пришел буквально месяца еще нет, а уже надо играть Лигу Европы. И люди что хотят? Результат. Невозможно получить результат за такой короткий промежуток времени. У него своя философия футбола, и это было вчера сразу же заметно. Ну вот по составу, да, многие сразу сказали, ага, какая-то там связка, значит будет это куча футбол. Ничего не понимаю в этом, но... Не, 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 объясняем. Вот Влад просто поддержит меня. Не в составе даже дело. Дело в том, что как начал играть шериф. Это видно сразу. Объясняю. Дорожить мячом. Вчера не было пустых куда-то забросов на то, чтобы кто-то там откинется. Вот дал пас, все равно сохранить, отдать назад. Сохранил, отдал пас. То есть всегда, это уже было, это сразу прослеживается. Я не думал, что когда приходит другой тренер, что так это прям сразу же видно. Сразу же видно. Слушай, а тут еще психологический момент, да, вот по эти шесть голов в Праге. И тут, блин, ну как будто какая-то непруха. Сразу пропускает, хотя гол вообще ниоткуда не вылетает. И нужен этот гол был забит, чтобы поверить, что команда умеет забивать, и команда умеет двигать. Влад, ты был вчера на игре. Посмотри, что произошло, во-первых, во втором тайме, и произошло, когда забили мы гол. Ну, сервет, ну, ребят, без всяких вот того, что мы относимся, ну, конечно же, к шерифу чуть-чуть больше, чем надо, да. Это команда. Они вчера должны были обыгрывать эту команду минимум 3-4 мяча. Это не клуб, с которым шериф должен играть ничью. Но, еще раз подчеркну, очень тяжело сейчас. Нужно перестраивать команду и в таком серьезном турнире. Я не ущемляю ни в коем случае достоинства Суперлиги Молдавии, Кубка Молдавии. Но у нас чемпионат послабее, чем швейцарский, это точно. И там можно еще в чемпионате что-то там перестановки делать, посмотреть, как играют игроки. Здесь невозможно этой Лиге Европы. Но все равно результат был. И когда забили гол, это было просто что-то неприятное. Да, потому что после отличной игры с Ромой, да, здесь в Террасполе, мы все были уверены, что сервет приедет, мы тут их разорвем 3-0. Мы думали, хотя бы нам еще едем в Прагу, знаете. Да, а сейчас мы, как бы, ты сейчас спросила по поводу результата, да, хорошо или это плохо. Я считаю, что 1-1, я думаю, это нормальный результат с точки зрения того, что вернулись наконец-то, наконец забили и почувствовали вот что-то... Уверенность. Уверенность. Во-первых, что мы можем забивать. Во-вторых, что эта команда не нашего уровня, мы должны обыгрывать их. То есть в ребята вчера был этот запал, они поверили. Это самое главное. Вчера очень много было разговоров на поле и за его пределами. Было видно, что Роман Пилипчук подсказывает, он говорит, куда бежать, что делать. Но капитан Рикординьо, новоиспеченный, да, всегда разговоры были, подсказывал, сюда иди, сюда иди. То есть это атмосфера, ребята, это внутри команды сейчас царит атмосфера. Только хотела спросить про атмосферу, потому что я прочла, да, после пресс-конференции, что сказал Роман Пилипчук. И мне, что мне понравилось, да, что вот он отметил как раз атмосферу, что вот он говорит, да, ребята нервничали, да, в раздевалке это чувствовалось. И то, что он уделил внимание как раз вот, да, психологической составляющей, вот меня это как-то вот, ну, мне понравилось. Это в любом спорте, это определяющее в любом спорте. Как ты прочувствовал атмосферу, да, между футболистами до, как-то с кем-то поговорить до матча и после? Любой психолог скажет такую фразу, что все идет от головы. Если ты хочешь чем-то заняться, то если у тебя в голове есть какое-то сомнение и тебе нет такого переубеждения какого-то, даже не психологического, не имеется в виду, чтобы с тобой поработал психолог, а, ну, может быть, какого-то даже семейного, то есть все идет от головы. Хочешь похудеть, обратно вернусь, ты похудеешь. Хочешь достичь результата, ты достигнешь, только нужно отбросить сомнение. У ребят сомнение, проиграть 6-0, ты меня извини, это такой груст, ну, как выйти потом... Это удар, конечно. Как выйти вообще на улицу, как пойти в кафе, как пойти в магазин, когда меня знают. И сейчас в раздевалке, я даже когда записывал включение буквально три дня назад о том, что все зависит от раздевалки, помните, я говорил о том, что что будет царить в раздевалке, то и будет твориться на поле. Сейчас в раздевалке замечательная командная. Это не Рикордини играет, не Роман Пилипчук играет, не Антье играет и не Лува Нор. Играет команда. Команда. И это очень важно. Дарс, давай с поля на трибуны перейдем. Что было, какой-то парт-перформанс подготовили фанаты? Как вообще готовился клуб к этой игре? Очень долго, что немаловажно. Ты тоже участвовал, да, в этом все подготовки? Да, видите, и голос сорвал. Мне всегда спрашивают, вот не получилось, говорят. Говорят, не получилось, ты же хотел, чтобы был полный стадион. Я сразу же отвечаю на этот вопрос. Я не хотел, чтобы был. Я готов работать и для одного человека. Он пришел поболеть за команду. Моя задача, чтобы он получил удовольствие. И чтобы он понял, что даже около футбольной истории, перед матчем, тут царит настоящая семейная обстановка. Я вчера попытался это сделать. У меня инстаграм сейчас переполнен. У меня сейчас подписчиков уже куча появилась. И люди рады. Говорят, а что вчера это было? А почему такого не было заранее, до этого? Почему на матче с Ромой все говорят не было? Мы готовимся. Мы потихоньку тоже вливаемся, как и новый главный тренер, в эту философию футбола, в эту культуру боления. То есть с каждым матчем все больше и больше шоу будет? Конечно. И тут, конечно же, хотел бы обратиться к нашим дорогим болельщикам. Я не говорю про количество людей, которые приходят на футбол. У каждого свои есть проблемы, и я не хочу туда углубляться. Просто когда мы приходим на игру, вне зависимости от числа болельщиков на трибунах, мы должны болеть. Мы должны не просто попивать водичку, мы должны поддерживать это. Я тысячу раз говорил, это не театр, ребята. Это то, куда вы пришли, чтобы получить заряд. Для чего вы пришли туда? Чтобы просто потом уйти и сказать, а, мне не понравилась игра. Честно, без обид, не приходи больше. Я прихожу туда, вне зависимости от результата, я хочу. Вот есть такая сакраментальная фраза в ведении моих мероприятий и в любой сфере деятельности. Если ты не хочешь отдохнуть, ты не получишь удовольствие. Если ты идешь уже обсудить то, что уже было плохо, ну куда ты? Расскажи, что было. Мы заценили баннер с тремя эпохами. Баннер – это очень крутая штука, задумка клуба, задумка фан-сектора. Ну да, конечно, я тоже поучаствовал там. Я очень скромный человек в этом плане. Но сам факт – это исторический баннер от достижения футбольного клуба «Шериф». Да, у нас есть много побед в чемпионате и много побед в суперкубке и в Кубке Молдавии. Но есть, как мы решили, что действительно сакраментальные три периода жизни в футбольном клубе «Шериф». Это победа в Кубке Содружества. Это первый международный кубок для «Шерифа». Это 2021 год, когда мы вышли в Лигу Европы и когда мы обыгрывали Мадридский Реал. Это было и на баннере. Лигу чемпионов. Да, да. То есть Кубок Содружества мы показали. Тиля забил, как он победный гол, мы показали. И третья фотография была на этом баннере. Это нынешний состав, где была написана фраза и на русском, и на английском. Настало ваше время. Был период жизни, где мы что-то выигрывали, что-то достигали. Ребят, все в ваших руках. Это касается и тренера. Настало ваше время творить историю клуба. Была такая задумка у клуба, у фанатов, что на фан-сектор может пройти любой человек, который оденется в желто-черные цвета и кто готов болеть, поддерживать команду. Я листал сториз вчера вечером, увидел, что многие воспользуются этим. Наш коллега, да, Дима Абашкин был на секторе желто-черных цветов. Ты скажи, как? Откликнулись люди? Приходили вообще незнакомые, которые ни разу не болели? Пришли, да. И причем приятно удивили, конечно же. Но не настолько был дорог билет, чтобы воспользоваться этим бесплатным, как говорится, бесплатной возможностью. Клуб, я объясняю, у нас сейчас идет становление новой и политики, и культуры во всем. В плане клуба я туда не лезу, там есть Роман Пилипчук, и я уверен, что там все будет хорошо. И этот тренер, знаете, я обычно с предсказаниями прихожу, этот тренер, как по мне, он у нас надолго. Это то, что нам надо, по крайней мере, в плане философии футбола, в плане внутри коллективной игры. Что касается болельщиков, то мы тут тоже начинаем потихоньку их разогревать и потихоньку их адаптировать к той реалии, что мы не должны призывать приходить в желто-черном. Мы не должны говорить вам о том, что вы должны идти на футбол. Мы должны сказать так, что сегодня футбол Лига Европы. Ребят, ну невозможно хотеть только, хотеть, чтобы приехал Мадридский Реал, Лионель Месси, который уже там приедет. А на остальных мы не будем, да, ходить. Невозможно это только хотеть и ничего не делать. Ну, поймите, это правильно. У клуба тоже есть свои проблемы, свои тренировки, свой процесс. Мы не можем туда погрузиться, но мы в тот же момент хотим. А почему, а, Лига Европы, это же не Лига Чемпионов. А, Рома, хорошо, пойду. Сервет, не пойду. Ну, вы серьезно. Что будет через две недели в Швейцарии? Полный стадион. 30 тысяч человек. Придут. Вчера эти 12 нас уже перекрикивали. Кстати, реально, я никогда не подумал, что швейцарцы, Швейцария, это что такое? Размеренные, спокойные, пенсионеры там сидят в горах. А то у швейцарцев есть фанаты, именно ярые фанаты. Есть, есть, которые вчера приехали, и поделюсь своим очень хорошим опытом вчерашнего развоза, как говорится, людей. Я вчера вышел домой поехать и вызвал такси ехать уже. Выхожу к, ну, куда она подъехала, и смотрю, пять людей, говорящие на немецком, не могут понять, что происходит. Кричат. Где автобус, да? Где в час ночи автобус? Можем руками, такси, такси. Я подхожу, говорю, что случилось на своем ломаном английском. Они меня поняли на своем же ломаном английском. Говорю, на такси, едьте, куда вам надо. Такси сказал, типа, я не поеду с ними, я переживаю. Я быстренько сориентировался в этой ситуации, мы не могли загрузиться пятью человеками. Я их по партиям, с две партии, я их отвез в отель. Thank you. Я говорю, в Приднестровье, я попытался это все объяснить. Они не знали, как вызвать такси, в общем. Они вызывали, но не приезжал. Я вчера сам попробовал вызвать потом такси. Ну, сам факт. Я им объяснил о том, что наш народ ментально настроен только на дружбу и на мир. Я говорю, когда-то я, если к вам приеду, запомните, меня, говорю, зовут Ильдар. А он мне, знаешь, ответил, my name is Mark, I'm from Leipzig. Откуда? То есть это не Швейцарь, это они приехали просто поболеть за команды. Болеют, видимо. То есть сам факт вот такая лирика, знаете. Это восхищает, когда такие болельщики. Стоит ли сейчас что-то говорить о турнирных раскладах? Ровно середина турнира группового сырья. Я вчера сразу зашел, посмотрел, что происходило с Славей. Жалко, что, конечно, не 6-0. Я очень болел вчера за Рому. Но Рома показала, что такое класс команды. Она выиграла вчера. Турнирные расклады. Я не знаю. Вообще, на самом деле, дело неблагодарное строить прогнозы. Все будет зависеть, наверное, от матча в Швейцарии. Это в буквальном смысле этого слова. Как мы там сыграем. Хотя у нас после этого будут еще две игры. Рома в скором времени, если она сейчас обыграет еще Славию, то она будет вообще не мотивирована играть в Риме. Хотя при своих болельщиках... Я не знаю, ребят, но я вчера говорил об этом и сегодня повторюсь. Есть такая простая фраза. Поверь и захоти поверить в это. Вот я верю. Если вы захотите в это поверить, то у вас тоже это все произойдет. Хорошо. Я лирик, конечно же, такой романтик. Но вчерашняя игра, вчерашняя игра, она показала одну простую фразу. Мы добрый народ. Мы ментально настроены на только дружеское и мирное общение. И только шериф, только победа. Я сейчас вам тост подумаю уже. Когда у нас есть шанс одуматься, начать болеть по-настоящему и прийти... Сегодня. Покается. Нет, ну серьезно. Когда следующая домашняя игра у шерифа? У нас 30 ноября. Мы играем с Славей, где мы пропускали 6-0. Где, я уверен, там даже мотивировать не надо. Я думаю, что Роман Пилипчук зайдет в раздевалку и скажет, всем привет, мы сегодня играем со Славей и уйдет. Ну, бывает такое, что тренер просто оставляет команду, чтобы она сама внутри пообщалась. И там уже, знаешь, без главного типа давайте пообщаемся. Так, об болельщикам кто-то что скажет. Пилипчук понятно, что он скажет. Что по болельщикам? Приходите, пожалуйста, на футбол. Я уже говорю даже слово «пожалуйста». Это очень важно. Это очень важно для команды. Это очень важно для... Вообще для показа того, что мы есть вообще на самом-то деле. Ну, ребят, это не от того, что мы хотим, чтобы там приходить, и побольше народу, и нам потом зарплата будет больше. Да не от этого. Я получаю от этого... Вообще нереально, я не знаю, даже слов не подберу, какое удовольствие. Вчера была моя жена на трибунах, она... И теперь все понятно, откуда мы нашли друг друга. Она такая же. То есть она одна кричала на трибуне. Нам нет смысла, будет он рядом кричать, не будет. Я пришел получить удовольствие. Не поорать, а поддержать. Я хочу этого. Потом я приду домой и лягу спать, и морально удовольствие получить, что ли. Эльдар, спасибо, да, за эмоции, которые... Видите, до сих пор... Как будто прямо из стадиона продолжают сюда литься в студию. У нас в студии был Эльдар Джабраилов, наш коллега. Говорили о вчерашней игре. Шериф-сервет 1-1. Молдова не дает разрешения на ввоз в Приднестровье цифрового рентгенаппарата, который нужен для туб-диспансера Республиканской клинической больницы. Об этом поговорим сейчас с нами на связи Александр Грибанов, исполняющий обязанности главного врача Республиканской туберкулезной больницы. Здравствуйте, Александр Александрович. Сразу к вам вопрос. Хочется задать по поводу вот этого аппарата, цифрового аппарата. Насколько цифровой рентгенаппарат нужен для выявления туберкулеза, для диагностики, контроля, лечения туб больных? Это действительно упущение, потеря? Либо без него можно обойтись, есть же там флюорография, КТ, там. Другие какие-то способы, да. Выявление пациентов, страдающих туберкулезом, сводится и к рентгенологическому обследованию. Одним из методов этого обследования является цифровая рентгенограмма, рентгенография. И преимущество данного аппарата, оно очень велико, потому что данные аппараты могут выдавать снимки с высокой разрешающей способностью. И для диагностики заболеваний, в том числе легочной системы, это очень важно, потому что мы не пропускаем каких-то мелких изменений в легочной ткани, например. Подождите, а при аналоговом можно пропустить какие-то затемнения? То есть можно подумать, что все нормально, а на самом деле там уже зачатки большой проблемы какой-то? Да, разрешающая способность аналогового и цифрового аппаратов, она в разы отличается. Поэтому, конечно, цифровая рентгенография у нас пользуется большой популярностью и имеет хорошую, скажем так, разрешающую способность в выявлении данной проблемы. Но вы со снимками же постоянно работаете. Вот в республиканской ТУП-больнице какие? Один аппарат или несколько? И какие они? В республиканской ТУП-больнице на сегодняшний день есть два аппарата. Есть один аналоговый старый РУМ 1986 года и есть новый более-менее РС. Год, если, к сожалению, не помню, но он является цифровым. Конечно же, преимущество мы отдаем цифровому оборудованию. А на аналоговом проводится обследование? На аналоговом исследовании мы проводим, если выходит из строя, ну, такое тоже может быть, цифровое оборудование, и приходится пользоваться старым оборудованием. То есть это запасной такой резервный вариант? Да, потому что мы знаем, да, в Советском Союзе все делали на совесть, да, и 30, и 40 лет, хотя... Это, наверное, если 86-й год, он брат, наверное, того, который с РКБ, да, сейчас тоже требует замены. Вполне возможно, да, сразу два аппарата привезли. Я хотел бы, да, уточнить нашим зрителям, может, кто-то не понял, да, Республиканская туберкулезная больница находится в Бендерах, чтобы не путали с РКБ, да, потому что в РКБ находится туберкулезный диспансер, и вот как раз там сейчас проблема в том, что у них есть рентген-кабинет, ну, вот этот ужасающе выглядящий рентген-аппарат, который плохо делает, плохие снимки, хотя он нужен очень, особенно нам вчера врачи сказали, он нужен для детей, чтобы детей не отправляли там по поликлиникам, где есть это оборудование, а можно было это сделать прям все на месте. Насколько проблема стоит с тем, что, например, детям не хватает каких-то обследований, либо есть какие-то окошки для них, как это вообще происходит именно по туберкулезу? Ну, у нас цифровые аппараты стоят не только в больнице туберкулезной или в РКБ, они есть в каждом районе практически, насколько мне известно. И если есть необходимость ребенка обследовать рентгенологически, то это проводится. Единственное, что еще одно из самых наиболее важных пунктов цифрового обследования, то, что снижена лучевая нагрузка на организм человека. В данном случае при исследовании детей это очень важно. Скажите, а насколько разница в лучевой нагрузке у аналогового и у цифрового рентгена? К сожалению, я цифры не помню, но на цифровом аппарате она в разы ниже, чем на аналоговом исследовании. Вы не рентгенолог, но вы эфтезиатор. Вы наверняка умеете, читаете эти снимки, которые делаются и на аналоговых, и на цифровых рентгенаппаратах. Нам в Лечь-городке вчера сказали, что на аналоговом был случай, когда одного мужчину пришлось 5-6 раз прогонять через один аппарат, потому что не получалось нужную часть сделать правильно. То снимок засветился, то еще какая-то проблема. Я так понимаю, что 5-6 раз прогнать одного человека через рентгенаппарат, это, наверное, не совсем здоровая вещь. Там наверняка какое-то ограничение должно быть. Да, в год сколько ты таких исследований можешь пройти. И уже, наверное, в этом только аналоговый аппарат сильно проигрывает. У вас бывали такие случаи? У вас бывали такие случаи, но здесь помимо технической возможности, еще иногда и пациенты не всегда выполняют правильно необходимые указания. Где-то пошевелился, где-то не услышал, что нужно сделать, и из-за этого приходится переделывать. А это высокая лучевая нагрузка за один раз, которая недопустима для исследования людей. Поэтому цифровой в этом отношении выигрывает. А она в цифровом, если ты там подергаешься, все равно нормальная будет картинка? Нет, к сожалению, тоже будет плохая картинка, но тогда там можно контролировать, потому что доктор наблюдает за человеком и говорит ему, не шевелитесь в том... И в любом случае, даже если получится не очень хорошо, то переделать этот снимок будет гораздо лучше в плане лучевой нагрузки на человека. Александр Александрович, еще хотели такой момент уточнить. Сколько в день пациентов проходит через рентгенаппарат у вас, например, в ТУП-больнице? В целом от 25 до 30 человек мы пропускаем через обследование по рентгенаппарату наших работаем. В РКБ сказали, что 30-50 человек... У них больше нагрузки, да? Район большой, нагрузки больше. Напоминаю еще раз, да, зрителям нашим, что Молдова отказывается выдать разрешение на поставку в Приднестровье цифрового рентгенаппарата, который должны были привезти из Италии. Государство специально много лет... Медики просили, государство специально в бюджете отдельной строкой прописало более 3 миллионов рублей на закупку этого аппарата. Люди в РКБ уже подготовились, хотели ремонтировать помещение. Долго ждали. Да, реально очень долго ждали. Но вот сейчас разрешения нет, чисто политический вопрос. Молдову заставляют, да? Вот это все очень странно выглядит, да, на фоне того, какая ситуация с туберкулезом в Молдове. И в Приднестровье тоже. В Приднестровье тоже. Чуть лучше у нас, но... Скажите, есть у вас цифры какие-то по заболеваемости туберкулезом? Есть аналитические данные по 22-му году, потому что данный год еще не закончился, он подсчитывается в конце года. Вот. 54,6 была общая заболеваемость на 22-й год. Если сравнивать с 21-м годом, там была заболеваемость 53,8. Я думаю, что в этом году, по всем прогнозам, предполагать не буду, но в целом выйдем на такую же цифру. А давайте вы... Объясните, что это такое. Расшифруйте эти цифры, да? Что это значит? Что они... Как эта заболеваемость, да, вот, чтобы было это показательно для людей. Это количество пациентов на 100 тысяч населения. То есть у нас в регионе 54,6 на 100 тысяч населения заболеваемость по туберкулезу на 2022 год. Правильно ли мы понимаем, что это уже эпидемия, да? Во всем мире считается, в 50 случаев на 100 тысяч населения эпидемия по заболеваниям. К чему нужно стремиться? Какие должны быть показатели, например, в развитых странах с хорошей медициной, с хорошими показателями по туберкулезу? Надеюсь, что мы придем, конечно, к этому, но наиболее эффективные и хорошие показатели по данной заболеваемости это меньше 20, меньше 15 случаев на 100 тысяч населения. То есть в три раза нам нужно нынешние показатели как-то уменьшать? Я знаю, что ситуация с туберкулезом в Приднестровье была хуже, вот даже там несколько, да, там 7 лет назад, 10 лет назад, гораздо хуже. И прийти уже к этим цифрам, которые сейчас, да, тоже являются эпидемией, но при этом они уже лучше. Было 120, по-моему, 140. Да, то есть мы уже, в принципе, ситуацию выровняли, все благодаря диагностике. Действительно, как нам прийти к этим меньшим цифрам, да, улучшить обстановку по туберкулезу, если с диагностикой вот возникают вот такие проблемы, да, и вот ставят палки в колеса. Или не только это дело в диагностике? Насколько диагностика важна при вот лечении, да, и выявлении туберкулеза? Дело в диагностике очень стоит остро, потому что, к сожалению, туберкулез, или к счастью, я не знаю, как правильно сказать, не болит. И люди выявляются чаще всего, когда они приходят именно на рентгенологическое обследование. Либо их вызывают в поликлинике активно, либо они привлекаются, потому что был контакт с больным туберкулезом. И рентгенологически нам удается на ранних этапах увидеть проблему. Поэтому диагностика в данном случае, в данной проблеме, является очень актуальным вопросом. Рентгенологическая и вот эта стандартная флюорография ежегодная, это одно и то же, или? И то, и то, эта рентгенологическая диагностика, она очень важна, да, и то, и другое является цифровым методом. Просто мне интересно, как много людей выявляют при флюорографии, на которую нас направляют работодатели? Когда ничего не болит, да, ты никак не ощущаешь, не понимаешь, что есть какая-то проблема. И сколько людей выявляется, когда он что-то чувствует и уже специально приходит к рентгену, чтобы его проверили его легкие? Большая часть, конечно, выявляется при рентгенологическом обследовании, ну, когда идут либо на профилактическую флюорографию, раз в год, раз в два года, или перед устройством на работу, или права хотели получить. Ну, вот такие вот моменты. То есть обычный медосмотр, да, такой, как кажется? Да, люди не знают, идут на медосмотр и получается, что у них находят какую-то проблему в легких. Этот процент, конечно, высокий. По жалобам выявляем, конечно же, меньше людей, потому что, еще раз повторяю, туберкулез не болит. Но симптомы, конечно, всем известны практически. И люди редко идут, ну, заболел, ну, ОРЗ, и вот так мало людей доходит до врачей. Спасибо большое. У нас на связи был Александр Грибанов, исполняющий обязанности главного врача республиканской ТУБ больницы. Говорили о туберкулезе, о диагностике и о том, что Молдова не пропускает Приднестровье цифровой рентгенаппарат. И вот сейчас новость буквально последнего часа, да, о том, что Молдова сегодня сорвала заседание экспертной группы экономики, где планировалось в том числе обсудить не только проблемы с экспортом товаров предистовских предприятий в Европу, в другие страны. Но и как раз вот этот вопрос с рентгенологическим оборудованием Молдова отказалась от встречи. Ну, а это было экспертное мнение. Сразу после нас смотрите новости. Ну, а завтра итоги недели подведет отражение. Не переключайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok